Хаджи-Первый Герай Было это в 15 веке. Жил тогда один человек по имени Хаджи-Первый Герай, будущий основатель и первый хан Крымского ханства. Времена тогда были очень неспокойные. Вот и вел Хаджи-Первый постоянные войны. А еще в то же самое время жил один верблюд. Нет, конечно, верблюдов и тогда уже было очень много, но речь пойдет именно об этом двугорбом верблюде. Вряд ли тогда верблюд мог предположить, что однажды станет символом далекого и неизвестного ему города. А еще его изображение будет красоваться на бутылке одного самого знаменитого пива в мире. Честно говоря, многого верблюд не знал и во многом не разбирался, а особенно в политических интригах, в одной из которых однажды ему пришлось принять активное участие. А случилось это так. Однажды наш старый знакомый Хаджи-Первый, чтобы получить в союзники польского короля Владислава Второго, решил ему поднести дары богатые. А к коврам и сундукам с золотом прилагался тот самый двугорбый верблюд. Вот так, сам того и не желая, верблюд начал свой путь к славе на века. Попав в Польшу, верблюд внимательно посмотрел по сторонам и, не успев понять, нравится ли ему его новый дом, опять стал разменной монетой. А все потому, что у Польши тоже на тот момент было немало политических проблем, и одна из них – Тевтонский орден. А чтобы одолеть этого врага, король Владислав Второй пригласил из Чехии гуситскую армию во главе с гетьманом Яном Чапиком. Гуситы с легкостью сокрушили Тевтонских рыцарей, но, дойдя до Балтийского моря, начали грабить и разорять польские земли. Владислав Второй, увидев такое безобразие, очень захотел, чтобы они как можно скорее убрались туда, откуда пришли. А потому он их решил щедро одарить и выпроводить. Вот тут-то на сцену опять выходит наш уже старый знакомый верблюд. Очень уж он приглянулся гуситам. Они такого никогда не видели. Еще и двугорбого. Мечта, а не верблюд. Поэтому Владислав, горестно вздохнув, с верблюдом все же расстался. Тут-то и начался новый этап в жизни верблюда, и дорога к всемирной славе немного сократилась. Верблюд оказался в Чехии, о которой до этого даже слыхом не слыхивал, но неспокойно тогда было и в Чехии. Не было там ни порядка, ни единства, ни стабильности. Пригорюнился верблюд и стал ждать, что же будет дальше. А дальше было вот что. Часть Чехии поддерживала гуситов, а другая часть продолжала оставаться на стороне католиков. В общем, верблюду хоть разорвись. Но однажды, а точнее в 1433 году, Ян Чапик отправился осаждать одну из цитаделей сторонников Папы Римского в Чехии – Плзень. И верблюда с собой прихватил. Долго и безуспешной была осада. Плзеньцы отчаянно сопротивлялись. В лагере гуситов стала заканчиваться еда. А неугомонные плзеньцы то и дело устраивали вылазки. И вот, во время очередной вылазки они захватили в заложники верблюда. Зачем им был нужен верблюд, вообще непонятно. Но, скорее всего, просто из любопытства. Гуситы, обнаружив пропажу, пришли в ярость. Они предложили выкупить верблюда за сумму, равную выкупу за знатного пленника. Плзеньцы, увидев такое, решили, что верблюд ужасно ценный. И, конечно, отказались. Ян Чапик тогда велел отрубить руки двум пленным плзеньцам. Жители Плзни в ответ отрубили руки трем пленным гуситам. Но верблюда не вернули. Гуситы просидели в ожидании верблюда под стенами непокоренного города еще несколько дней. И вынуждены были принять решение отступить от плзеньских стен. История умалчивает, смотрел ли с грустью им во след верблюд. Однако, для осажденных животное стало настоящим символом успеха. И год спустя двугорбый корабль пустыни появился на гербе города, где и остается до сих пор. А вот сам верблюд-путешественник был подарен плзеньцами городу Нюрнбергу, как одному из главных союзников в борьбе с гуситами. И именно в Нюрнберге, окруженный любовью, заботой и уважением, он и скончался от старости. А слава о нем живет. И ведь даже сегодня, откупоривая бутылку плзеньского пива Пилзнер, вы, конечно, теперь обязательно обратите внимание на изображение желтого узбекского верблюда. И вспомните его путь к славе. Да, мы сегодня абсолютно случайно, действительно случайно, нам нужно было сюда привезти шампанское. Большой заказ был. И вот мы сегодня абсолютно случайно оказались в святая святых Чешской Республики, в столице пивоварения. В столице пивоварения привезли шампанское. Мы в городе Пилзень. И не просто в городе Пилзень. Мы на самом знаменитом пивзаводе. Пожалуй, одном из самых знаменитых в мире. Здесь варят знаменитый пилзнер. Не знаю, если мы пойдем на экскурсию, но по заводу прогуляемся. Итак, город Пилзень и самый знаменитый пивзавод. Жители города Пилзень очень любили пиво, но пиво местных пивоваров оставляло желать лучшего. А в 19 веке из-за несоблюдения технических норм качество напитка в городе резко снизилось. Все это привело к тому, что в 1838 году пришлось уничтожить 36 бочек с пивом. В общем, здесь можно посетить экскурсию Гамбринус. 10 евро, 250 крон. Она будет только на чешском языке. И вот Палзень, Пилзнер. На чешском, на английском, немецком. Но стоит она подороже. Экскурсия Палзеньского подземелья. Совсем недорогая. Пивовар Праут. И пивоварский музей какой-то еще здесь есть. Вот. Тогда же, в 1838 году, на городском собрании было принято решение построить свою городскую пивоварню. Так в 1842 году появился Мещтянский пивовар Палзень. Главной целью которого стало варение баварского пива. Для этого был приглашен специальный из Баварии пивовар Йозеф Гролл, который и стал первым пивоваром новой компании. Свою первую партию он изготовил в 1842 году, в день Святого Мартина, 11 ноября. Нет, на экскурсию мы не пойдем. Я не любитель пива вообще. Да, интересно узнать историю. Ну, так, чтобы ходить, разглядывать какие-то чаны, какие-то пивные бутылки. Я боками с ней созрела на это. Мы прогуляемся еще по территории завода. Она большая и красивая. Людей, кстати, много. Очень много. Сегодня четверг. Людей много на пивзаводе. На экскурсию пришли. Ну, мы лучше сходим на экскурсии. В августе поедем опять в Шампань. Мы должны были сейчас ехать, но из-за ремонта задержались в Праге. А в августе мы едем в Шампань. Вот там мы сходим на экскурсию в дома шампанских вин. Ну, а пиво. Сейчас мы погуляемся по заводу. Вот посмотрите, сколько людей. Вот поэтому огромного желания не возникает ходить с толпой немецких туристов. Еще пару недель назад мы были в городке Велка-Поповице. И там находится пивзавод Козел. Кстати, которому в этом году исполняется... Да, в этом году, мне кажется, или уже исполнилось, или вот будет 150 лет. Ожидаются праздники. Козел принадлежит тоже Плазенецкому пивзаводу. Это как один большой конгломерат. К Плазенецкому пивзаводу и Гамбринус принадлежит. В общем, ладно. Тут всякие кафешки на территории. Кафешки, пивнички, пабы. Пабы, правильно говорить. Ну, сейчас мы, конечно, в один зайдем, потому что как приехать в Плазене и не выпить пиво, это грех. Ну, мы чуть-чуть выпьем и пойдем дальше. У нас еще много чего интересного есть, что вам рассказать об этом городе. Даже не так. Не так об этом городе, как... Я хочу еще рассказать историю очень знаменитого человека из этого города. Ну, а потом поедем в один самый сказочный замок, который находится здесь возле Плазни. Ну, а сейчас мы еще прогуляемся по территории пивзавода. 11 ноября 1842 года Йозеф Гролл представил публике абсолютно невиданное доселе пиво, названное в честь города Плзень, но на немецкий манер. Пилзнер. Кстати, немцы себя чувствуют здесь как дома. Так что подошел... А ну и что думаешь, что здесь, в немецкий. Да, так что подошел к Эдику немец, начал что-то по-немецки его спрашивать. Эдик говорит, по-онгольски, извините, я вас не понимаю, что тут вы не говорите по-немецки. В общем, вот человек по-русски поехал говорить, разговаривает. В общем, немцы, некоторые все еще думают, что им это принадлежит. Новый сорт объединял в себе светлейший ячменный солод из Моравии, ароматный жатицкий хмель, немецкие дрожжи и идеальную мягкую воду реки Радбуза. И это был успех. А в 1843 году Якуб Пинкас портной из Праги заказал у пивоваров два ведра пульзенецкого пива. Пинкас был настолько очарован его вкусом, что решил оставить портное дело и открыть свой ресторан и гостиницу у Пинкасу, куда стал привозить пилзнер. Это начинание оказалось успешным позже. Это место посещали известные личности. В общем, уже тогда слава о пульзенецком пиве вышла за пределы пузни. А дальше и того больше. Мещанский пивовар Плзень стал известен не только в Праге, но и в Вене. Поскольку Чехия тех лет была частью Австро-Венгрии, то и распространился такой напиток по империи очень быстро. А к 1856 году в Вену ежедневно отправлялся поезд, груженный свежайшим пилзнером. Огромная популярность плзенского пива дошла до того, что его начали варить повсеместно и называть плзенским пивом. На что владельцы пивоварни из Плзни в 1898 году запатентовали приписку «Ургуэлл», то есть первоисточник. После Второй мировой войны пивоварня была национализирована, а название изменено на плзенский пивовары. А в 1964 году на западоческие пивовары с эсидлом в Плзни, а для экспорта – плзенский праздрой. Однако спустя 30 лет в 1994 году было оставлено только одно название – плзенский праздрой. Ну а теперь мы идем в сувенирный магазин, который находится здесь на территории пивзавода. Посмотрим, что продают там. И вам покажем, конечно. В настоящий момент плзенский праздрой является крупной компанией, которая владеет несколькими популярными пивными брендами. Например, Гамбринус, Козел, Радегаст и Кингсвуд. Ну, здесь прямо одежда для самых модников, для любителей этой марки пива. Одежда. В Козеле тоже было. Что? А, рождественские шары. Смотрите, как красиво. Свитера. Три шарика ползень. И цена их 675 крон. А вот оно, наша старая добрая чешская красота. Чешский хрусталь. 1986. А вот и такое вот за 4564. Лень пересчитывать, может быть, напишу. Бокал 6900. А, 10 евро. А это носки в такой коробочке. Ну, и вот здесь все, что им еще принадлежит. Вот, Козел. Кстати, вот этот черный Козел стоит евро. Вот такая баночка. Его очень хвалят. Говорят, что черный Козел просто вау. Гамбринус. Ползень. Да, вот баночка черного Козла стоит 1 евро. Это чуть меньше, чем 1 евро Гамбринус. А это чем? Сейчас, сейчас. А вот это... Самое дорогое. 34 кроны. 34... 34... Я не знаю. Смотрю на одно, говорю другое. Что нефильтрованное? Вот это. Сколько стоит? Так, может, возьмем? 99. Да, вот это бурганович. Ну, это просто это. Пустая. Идешь. А, да. Как раньше мы за квасом ходили. Да, вот это. Делаешь. Вот смотри. А вот так здесь продают нефильтрованное пиво. Литр. Литр пива. Цена 4 евро. Чуть меньше, чем 4 евро. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше, чем 5-сть. Ведь. Почему мне неnamатить. Чуть меньше. Чуть-чуть меньше меньше. То есть, сколько же выловцить? МCo-щее? 20 лет после анатриевна-печения. Андрей –чуть-чуть-чуть. Испекторать за shakeוץ-чуть. Значит, bearing в голове. Литр. Что дальше? А вот здесь вам могут на бутылке написать ваше имя. А, шопер. 145 крон. Ну, где-то 6 евро. Вот так. В общем, чего здесь столько нет. Полите, по-пирому классу. Да, вот смотри, под пиво. А, да. Такое, если здесь открываю. Да, открывашка. 20 евро такая футболочка стоит. А, вот они. Все, Эдик присмотрел себе футболочку. Я, конечно, не буду такое носить. Я не поклонник пива. Ну, вот Эдику понравилось. Вот полотенечки прикольные здесь. Полотенечко. Вот халатик. Э, ну, как подарок действительно кому-то. А где сколько же халатик стоит? Цены нет. А что? А, это тоже симпатичная. Да. Да, просто такая, будешь как официант из ресторана. Да. А, это больше похоже. Вот это мне нравится. Смотрите, эти штыки, эти. А, ну, она и подорожная. А, ну да. Это 30, сколько стоит? 30 евро. 30 евро. А какая маленькая открывашка на пиво. гамбринус. 1 евро. Так, Эдик уже отоварился и пошел. О, совсем другой человек. Видно, видно, что был на ползенецком пивзаводе. Вот сейчас поедем во Францию, пойдем в дом вдова Клико. О, а Эдика выгонят. Потому что, кто пьет пиво, тому нельзя в шампане. Шутка. Вот такой здесь магазин. Всем любителям пива. Очень рекомендуем. Потому что, все-таки, ползеньское пиво, это ползеньское пиво. Вот. Но не только пивом единым знаменит город Плзень. В Плзне родился один самый, ну не просто один, самый знаменитый чех в мире. Их всего два. Самых знаменитых чехов в мире всего два. Это люди, которых точно знает весь мир. И один из них родился в Плзне. Ну, одного из них зовут Яромир Ягр. Знаменитый хоккеист. Самый знаменитый чех в мире. Но расскажем мы вам не о нем. О другом знаменитом чехе, который, к сожалению, в 2019 году умер. Но сначала мы зайдем выпить пиво. Вот. Все-таки что-то, какой-то 25-й кадр присутствует в этой всей истории. Потому что я вообще не пью пиво. Но когда зашла в магазин, мне захотелось пиво. Просто хотя бы глоток сделать. Хорошо, что это не виноводочный какой-то завод. Зайти захотелось водки. Мы напились и остались спать на скамейках. Так, идем попробуем пиво. Ой! На здоровье. На здоровье. Не знаю, зачем мне этих столько пива купить. Я вообще не люблю такой вкус. Вот там очень симпатичный ресторан, если спуститься вниз. Но мы купили у них на баре два бокала пива маленького. Это нефильтрованное или какое? Что такое нефильтрованное, прошу прощения, я не знаю. Вот. И я не знаю, как Эдик это все выпьет. Ваше здоровье. Я попробовала, но пиво не мое вообще. Это абсолютно не мой напиток. Мне больше нравится не алкое пиво с вкусом лимитки, малинки. Вот такое, ну и лимонады детские. А такое настоящее пиво. Ну, не всем давно понять. Я не понимаю его вкус. О, хорошо. Итак, посетить место это обязательно стоит. Пиво пиво. Да, большое лимонады детские. Посетить это место обязательно стоит. Даже вот такой человек, как я, который не пьет пиво, но мне здесь было интересно посмотреть. Все-таки это легендарное место. А для любителей пива так вообще. Ну, а мы отправляемся дальше. Да, Мишенька, ты отправляешься дальше? Да, я отправляюсь дальше. Куда? Куда ты отправляешься, Мишенька? Мне уже надоело это. Я отправляюсь домой. Кстати, Прага находится всего лишь в 50 минутах езды от города Полызень. Главное не попасть в пробку, как попали сегодня мы. Вот еще раз вход в Полызеньский пивзавод. Вот эти ворота можно увидеть на гербе этого пивзавода. Все, едем дальше. Однажды, в 1959 году, никому неизвестный 20-летний юноша из чешского города Ползень принял участие в концерте, который даже показали по телевизору. А на следующий день после эфира молодой человек взял выходной на своей фабрике, очень красиво оделся и, приехав в Прагу, пошел прогуливаться по центру города в надежде, что его начнут узнавать люди. Но, естественно, люди шли мимо и не узнавали молодого человека. А спустя 60 лет день его похорон объявят днем государственного траура. Вот мы вам рассказывали историю о знаменитом двугорбом верблюде, который вошел в историю города Ползень, появился на его гербе, появился на бутылке с пивом ползеньским. А еще этого верблюда можно увидеть на центральной площади. Правда, узнать его сложно. Да, у нас преследуют туристы. Правда, узнать верблюда будет сложно, потому что верблюд представлен в виде фонтана. Фонтан – это старое доброе современное искусство. Но фонтан не простой, фонтан золотой. Да-да, золотой. Сейчас покажем и расскажем более подробно. В общем, вот, смотрите, если кто не узнал, это верблюд. И в покрытии этого фонтана использовалось золото. Я уже не помню, сколько там этого золота сюда использовали. Какие-то пластины золотые пошли на это дело. Но обосрали его знатно. В общем, не ценится здесь золото. А верблюд выглядит, по мнению автора, вот так. А при том, что верблюд был двугорбый. Подожди, если это верблюд, что там это? А там ангел. А это ангел, а там что? А это собака. Собака – символ верности. Собака? Конечно, можно и запутаться, можно придумать, сказать, вот я вижу, что это ангел. А там я вижу верблюда или собаку. А здесь я вижу верблюда. Тут плохо видно. Но нет. Все-таки, я думаю, я не ошибаюсь. Это в виде греческой буквы собака. Собака символизирует верность, поэтому она тоже присутствует на гербе города. Ангел тоже присутствует на гербе города. С верблюдом мы уже с вами познакомились. А есть что-то четвертое, потому что мы не видим там? Нет, три. Три знутых. Только три? Вот, видите, собака. Если хорошо присмотреться, то, может быть, и можно в этом узнать собаку. Но вот ангела я здесь не узнаю. Я знаю, что рядом стоят две китайские чаши. Может быть, это и не ангел. Может, я что-то напутала по своему обыкновению. Ну, если я правильно помню, это ангел. Что в нем ангельского? Пес его знает. Что в нем ангельского? Вереблюд тоже вряд ли догадывается. Так что ангел. Пусть будет ангел. Ну, и вот центральная площадь города Ползень. С великолепным собором. В октябре 2019 года Чехия простилась со своим самым знаменитым гражданином, самым любимым человеком в стране, уроженцем города Ползень Карлом Готом. Иностранные газеты вышли в те дни с заголовком «Чехи прощаются со своей королевой Елизаветой». Разница с английской королевой у чешского музыкального короля была в том, что он был любим абсолютно. Семи жителями Чехии. И не только за свой нереальный, пробирающий до мурашек голос, но и за то, что несмотря на то, что он был действительно королем, сумел остаться человеком скромным, что очень несвойственно современным звездам. А ведь артиста подобного уровня не было во всей Восточной Европе. И лишь Карл Гот был знаменит не только у себя на родине, но и в бывшем СССР. В Польше, в Словакии, в Болгарии, Германии, Австрии ни один из восточноевропейских артистов не может похвастаться подобной популярностью. Кто из нас, живущих в СССР, не смотрел «Чешскую золушку» – прекрасную сказку, в которой звучали песни в исполнении Карла Гота. А в Германии – песня из мультфильма «Пчелка Мая» в обязательной школьной программе. Вот и получается, что 1 октября 2019 года действительно ушла эпоха. С почестями, которыми похоронили Карла Гота, в Чехии не хоронили никого, кроме правителей. Но ни к одному из правителей не пришло проститься столько людей. Вот пришли мы вечером сюда, а людей еще больше, чем днем. В общем, будем стоять до ночи, видимо. В этом часе и аккуратном, когда их часто закрыли. С��라 по местам... Но пройдет очень быстро. Пleistополь по местному, которые прикрепляют, смотрите, если чешу золочить – велики с раком. Да, я не люблю, потому что это мультфильма. Это мультфильма. Если у Коуфильма уже не раньше, Велики с мультфильма «Пчелка Музи» Велики с мультфильма. Велики с мультфильма. Велики с мультфильма. Гasted потратим. Велика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А главной святыней собора святого Варфоломея считается статуя Девы Марии, названная Плзеньской. Согласно легенде, скульптуру ваял слепой скульптор, который прозрел сразу по ее завершению. А вообще Плзень – это один из старейших городов Чехии и получил свое название от слова «плазиться» или «ползать». Название связано с рекой Радбузы, которая протекает через город, и ее медленное течение напоминает ползание улитки. А еще вот в Чехии можно найти все таких магазинов, называются они «Гранд Моравия». Написано «Итальянская сырарня», «Италская сырарна» «Сыроварня». Ну, вообще, конечно, она не совсем итальянская. Ну, по итальянской технологии там варят сыр, может, какие-то выходцы из Италии, но сыр чешский. И довольно неплохой у них сыр. И вот там по всей Чехии можно эти магазины встретить. Сыры довольно хорошие, кстати. История Плазни насчитывает более тысячи лет. Согласно археологическим находкам, место современного города было заселено еще в эпоху Каменного века. Официально. Город Плзень был основан в IX веке, когда здесь был построен крепостной город. Впоследствии Плзень стала важным торговым центром на пути. Из Праги в Нюрнберг. Но Чехия не только страна пива. Еще Чехия страна сказок. И о самой главной чешской киносказке мы бы сегодня хотели рассказать. Находимся мы недалеко города Плзень. В 30 километрах. И замок, к которому мы приехали, называется Швигов. И вот о нем-то мы сейчас вам и расскажем. Построили замок Швигов в XVI веке. И жил он классической жизнью средневекового замка. Менялись его хозяева, вокруг него шли войны, его стены разрушались под атаками шведов, укрепления падали, его отстраивали заново. Но опять происходили войны. Так постепенно из могучей средневековой крепости замок превратился в большую полуразвалину. И стал использоваться исключительно как сельскохозяйственный объект, а точнее зернохранилище. Может быть, несчастный замок и закончил бы свою жизнь как хозпостройка, если бы однажды, в середине XX века, после перехода замка в собственность государства, о нем вдруг не вспомнили. И не начали восстанавливать, как памятник архитектуры, имеющий историческую ценность. А потом случилась сказка. В 1973 году режиссером Вацлавом Варличком по классическому сюжету «Братьев Гримм» в пересказе Бажены Немцовой была создана легендарная киносказка «Три орешка для Золушки». Когда режиссер Вацлав Варличек задумал снимать «Три орешка для Золушки», на студии Барандов ему выписали бюджет – 3 миллиона крон. Но режиссер мечтал снять сказку с настоящими костюмами и нужными декорациями. А за 3 миллиона получился бы разве что спектакль с самодельными декорациями и в нарядах для детского утренника. Тогда режиссер предложил прочитать сценарий своим коллегам из Восточной Германии. Немцы заинтересовались и вложили в производство миллион марок с условием, что в фильме должны быть задействованы и немецкие актеры, а съемки частично пройдут на их территории. Чехи согласились. Так и сложилось, что домом Золушки стал чешский замок Швигов, а принц поселился в Германии во дворце Морицбург. Фильм был снят на чехословацкой киностудии Барандов и немецкой киностудии Бабельсберг. Изначально Золушку планировали снимать летом, и по сценарию принц и Золушка должны были бегать по цветущему лугу. И совсем неизвестно, как сложилась бы судьба фильма, если бы все шло по плану. Но директор немецкой киностудии в октябре вдруг объявил, что может предоставить студию только на ближайшие три месяца. Тогда решили съемки начать немедленно. Вот так и родилась зимняя рождественская Золушка. А вот здесь в замке есть модели чешских замков. Это замок Брязнице, а вот Локет. Мы в нем недавно были, и о них все написано. Очень интересно даже. Так, Кокорин, тоже красивый замок чешский. Швейхов. Швейхов. Знаменитый Каролштейн. Вот глубоко на Двутаве. Это чешский Крумлов. Кривоклад. Франов. Красивый тоже. Вот замок Вильтруса. Мы тоже в нем недавно были. Червянов Гота. Обязательно хочу поехать и рассказать об этом замке. Это очень интересное место. Что тут еще есть? Так. Сихров. Тоже. А, это очень хороший замок. Очень интересная история. Так, так, так. А вот этот замок Морицбург. В нем жил принц из чешской Золушки. Три орешка для Золушки. В этом замке, где мы сейчас находимся, жила Золушка, а принц жил здесь. Здесь очень красивый замок в Германии. Находится здесь недалеко. Вот тоже замок Орлик. Обязательно съездим, расскажем. Пар-Добица. 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 Мы были мы там. Здесь мы были. Но Марая. Ладно, идем дальше. с нас, нас с мешкой не пускают сказали, даже в сумки нельзя поэтому внутрь мы не пойдем ну а кто приедет сюда без собачки идите тоже, идите обязательно в замок здесь есть еще музей фильма сказки Золушка ну то что я смотрела на интернете я бы туда конечно на это время не тратила манекены какие-то дешевые стоят типа в этих нарядах всех ну такое сам замок конечно более интересен чем музей Золушки после выхода на экраны три орешка для Золушки почти сразу с триумфом прошли во многих странах чешскую попелку сыграла актриса Либуша Шафранков начинающей актрисе тут же пришла зрительская любовь она стала объектом всеобщего обожания и по мнению критиков главной принцессой кинематографа после Золушки популярность Шафраньковой никуда не исчезла она продолжала сниматься в сказках, фильмах а в 1996 году Либуша Шафранькова снялась в одной из главных ролей в фильме Коля который был удостоен Оскара и Золотого глобуса история русского мальчика Коли оказавшегося в Праге сразу после Бархатной революции никого не оставит равнодушным и если вы не видели этот фильм очень рекомендую посмотреть когда стало известно что в 2013 году именно Либуша зажжет огни на главной рождественской елке страны на мероприятие в Праге собралось более 30 тысяч человек о серьезных проблемах со здоровьем возникших еще в 2009 году и заставивших отказаться от многих проектов актриса не любила много говорить впрочем и тайны из этого не делала сообщив, что страдает онкологическим заболеванием 7 июня 2021 года ей исполнилось 68 лет а через два дня золушки не стало конечно, как не вспомнить прекрасную песню прозвучавшую в сказке где пакты пятачку гнизду маш в исполнении великолепного Карла Гота автором красивейшей и запоминающейся музыки к фильму стал один из самых популярных чешских композиторов Карл Свобода эта песня не просто украшение сказки но и одна из ее главных героинь поэтому рассказать о судьбе ее создателя столь же естественно как и о жизни исполнительницы главной роли Карл Свобода родился в Праге 19 декабря 1938 года он работал со многими прославленными исполнителями некоторые и получили известность только после выхода к публике с его песнями но больше всего песен а это около 80 им было создано для Карла Гота среди них и Леди Карневал которая была переведена на многие языки ее включали в свой репертуар исполнители во Франции, Швеции, Германии, Венгрии, Бразилии она считается одной из самых известных из написанных Свободой наверное еще много песен бы написал этот гениальный композитор но в 2007 году его тело было найдено в саду собственной виллы на востоке Праги рядом лежало принадлежавшее ему ружье вердит правоохранительных органов самоубийство зато сказка о Золушке и песни Карла Свободы в исполнении Карла Гота все еще живы ведь сказка и музыка в отличие от людей никогда и никуда не уходит а еще несколько интересных фактов об этом фильме костюмы для сказки были созданы по мотивам эпохи Возрождения художники по костюмам вдохновились зимними картинами Брейгеля а вот чешские и немецкие актеры игравшие в фильме говорили на своих языках а затем их дублировали также в фильме присутствует сцена охоты но ни одно животное на съемках не пострадало кроме дрессированной лисицы, собаки и лошадей в фильме снимались птицы, голуби и сова во многих странах Европы эту сказку всегда показывают на Рождество а еще Три орешка для Золушки был признан лучшим фильмом-сказкой 20 века я помню еще была советская сказка Три орешка для Золушки но я не знаю почему мне она вообще никак не заходила в детстве мне там конечно же, когда я стала старше мне нравилась мачеха ну естественно ее ведь играла бесподобная Фаина Раневская король был такой симпатичный ну вот Золушка она может гениальная актриса но ей лет 40 этой женщине было ну какая песня мне там нравилась встаньте дети, встаньте в круг, встаньте в круг встаньте в круг это мне нравилось ну вот Чешская Золушка это действительно она более сказочная она конечно более современная вот Чешская Золушка мне нравилась гораздо больше кстати я смотрела 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 одного блогера он из Москвы или из Подмосковья и вот он посещает могилы знаменитых артистов и был в одном из своих роликов он был на могиле артиста который играл принца в советской Золушке еще в советской Золушке она заброшена эта могила я вообще в шоке была знаменитый артист был наверное в то время я конечно не сильно знакома с его творчеством но вот этот блогер его Флор Андрей Флор вроде бы зовут я не помню очень интересные у него ролики но вот именно этот ролик я запомнила еще что просто заброшенная могила вот он знает что он там похоронен там даже табличка конечно есть но вот принц из советской Золушки лежит в заброшенной могиле принц из чешской Золушки этот артист еще жив ну а Либуша ее уже нет Либуша Шафранькова прекрасная Золушка красавица артистка умерла в двадцать первом году мы как раз были в Одессе и читаем новости это даже мне кажется какие-то одесские новости об этом написали что умерла Золушка переходим на чешские новости там да Либуши нет и еще конечно очень рекомендуем кто не видел обязательно посмотрите фильм Коля в нем одну из главных ролей играет Золушка Либуша Шафранькова очень хороший фильм получил Оскар действительно так мы местами там прям до слез история о мальчике Коле русском мальчике который оказался в Праге после бархатной революции как они не могли долго подружиться с человеком у которого он оказался на попечительстве в итоге как они привязались друг к другу но не буду спойлерить кто не видел обязательно посмотрите фильм действительно нужно этот посмотреть и вот Либуша Шафранькова там играла Золушка Золушка ну да Золушка о многих фильмах играла но вот конечно Золушка наверное это была самая яркая роль ну и в сказках потом еще снималась и очень понравилось мне в этом фильме тоже Коля как у тренерки наши красный наш красный молодец как я уже говорила принц жил в замке Морицбург который находится в Германии не так уж далеко от чешской границы и да замок Морицбург пошикарнее чем Швегов но Золушка не была принцессой Золушка была обычной девушкой поэтому она жила вот в обычном замке но Морицбург тоже очень красивый замок и в замке Морицбург на ступеньках стоит туфелька там в том месте где Золушка ее потеряла и вот в этом месте очень многие парни делают предложение своим невестам на месте туфельки возле туфельки вот этой вот так вот такая сказка которая живет уже нет несчастной Золушки но сказка жива и конечно великолепная песня где пак ты птачку не сдумашь в исполнении Карла Гота Карл Готт тоже бесподобный был певец когда ему было 80 лет после себя оставил четырех дочерей старшие правда вроде бы проблемы с алкоголем но две младшие совсем молоденькие еще девчонки вдруг кто-то из них тоже станет достойный своего отца красиво красивый замок вот такой прям старинный видно и вообще смотрите нет людей а ведь это замок Золушки а вот смотрите что здесь было в 2002 году когда был потоп как все затопило да ну это речушка конечно она маленькая совсем вообще городок весь был затоплен смотри люди как да ватславгава да а это в 15 году тоже не такой мощный потоп что ты говоришь все шведы как сейчас Америка да Эдик прочел только что что шведы сжигали этот замок и идет возмущается вроде бы да город а идет возмущается вроде бы это вот прям его дом сожгли сожгли что с ней сделало время и шведы шведы скотины я тебе говорю я помню здесь мы приезжали здесь послезть какие-то бараны но сейчас только куры остались и швы швы и швы сожгли и далее И вот там стоят лодочки Прямо перед входом в замок Лодочку вы можете взять Покататься Ну да, тут 200 метров Ну вдоль замка Вот и прямо здесь сразу реклама Прямо возле замка Ресторан С проживанием 150 метров отсюда Ну вот вы себе снимите Вот там за углом Отельчики будете Жить возле замка И конечно здесь все связано С этой сказкой Золушкой Вообще городок такой Думаю, из развлечений только замок Это деревня какая-то Вот так вот Еще один замок мы вам показали Про верблюда рассказали Про пивовара Про Карла Готте А много еще нового вам расскажем Причем говорю, сегодня Это абсолютно случайно Мы оказались Да, это какой-то магистрат городка Это хорошенькое здание Покажу вам поближе Как красиво Ладно Водим ехать в Прагу Все Всем спасибо Что вы были с нами У нас еще для вас много интересных историй Так что не теряйте нас До свидания До свидания А это Эдик в новой футболке Все, всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...